Добрый день, дорогие друзья! И мы в Государственном заповеднике Утриш. Сегодня уникальный день. Нам очень повезло в нашей съемочной группе, потому что приехать сюда поснимать удается очень немного. Сейчас весна, все расцветает, но немножко, конечно, не такая зелень. Но, тем не менее, так как оно есть, так оно и есть. Не так было просто сюда попасть, чтобы приехать даже на съемки, художественный фильм снимать. Нужно определенные виды разрешений и, конечно же, сопровождение инспектора. И сегодня с нами, с нашей съемочной группой. Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Рыбченко Андрей. И специалист отдела экологического просвещения Елена. Андрей, вот такой вопрос. Почему, с каких пор очень сложно стало попасть в заповедник? И раньше здесь ходили туристы с палатками, сейчас вход запрещен без определенных разрешений. Вот с какого момента это и почему так произошло? Все началось 2 сентября 2010 года, когда наш президент подписал указ о создании данного заповедника. И тогда вступило в силу это постановление. И с данного времени, в принципе, на эту территорию вход гражданам только по специальным пропускам. Все делается для того, чтобы ограничить доступ, сохранить данную эксклюзивную, можно так сказать, эксклюзивную природу в сохранности и дать ей жить самой по себе. Елена, к вам вопрос. Как часто люди запрашивают возможность пройти через заповедник или зайти в заповедник? И насколько простым отдыхающим, которые приезжают, насколько у них есть возможность сюда попасть? Как это сделать? Запросы поступают часто, желающих много. Все-таки Анапа – это город-курорт. И здесь рекреационная нагрузка по всему району достаточно большая. Много туристов, многие хотят попасть. Попасть возможно в рамках экскурсии, которая осуществляется самим заповедником, специалистами экологического туризма. Прозваниваете им на номер телефона, записываетесь на экскурсию, вам сообщают место, время встречи, вы получаете пропуск. И с нашим специалистом в сопровождении инспектора проходите по эко-маршруту, где вы не только наслаждаетесь природой, но и получаете определенное количество знаний о ней. Это услуга платная, да? Это услуга платная. Ну, это наши гости пускай это все уточняют. На сайте, всю информацию можно найти на сайте по расписанию стоимости и по маршрутам. Да, немножко уточнить можно, что пропуск данный выдается совершенно бесплатно тем людям, которые вносят вклад в развитие самого заповедника. То есть научные деятели, художники, фоторепортеры. То есть много очень поблажек, но это все рассматривается, пишется определенное заявление, и директор выносит решение. Да, еще, Андрей, такой вопрос к вам. Вот вкратце, в чем уникальность этого природного заповедника? Уникальность его месторасположения и плюс уникальность в том, что, допустим, сзади меня вот можжевельник высокий, он занесен в Международную красную книгу и еще таких три вида можжевельников, кто в Краснодарского края, ну, в Красную книгу, и плюс фисташка туполистная, тоже в Международной красной книге. Это все произойдет только здесь, плюс из земноводных черепаха Никольского, тоже в Международной красной книге, ну, и много всяких растений и пресмыкающихся тоже в Красной книге. Субтитры создавал DimaTorzok подтвердить или нет, то, что сам можжевельник, собственно, в чем ценность утриша, то, что здесь огромная площадь можжевеловых лесов, он растет что-то по миллиметру, по пять в год, да? Совершенно верно, да. Бывают такие годы, что и по пять, и по десять миллиметров, но и бывают годы в засушливый, плохой климат, и он вообще приостанавливает свой рост. И плюс, единственное, что можно отметить можжевельник, тем, что одно дерево можжевельника дает столько кислорода, сколько, допустим, около десяти гектаров посадки сосны. Одно дерево? Одно дерево. Десятки гектаров сосны. Поэтому все люди астматики, кто болеют именно легкими, приезжают сюда и на время пребывания здесь забывают о своей болячке и о своих препаратах, которые пшикают они для дыхания. А такое еще тоже. Вот есть информация, хотя бы примерно, о том, какой самый старший или средний возраст деревьев? Ну, в среднем около 500 лет, а так доходит и до практически тысячи. Мы лично делали пробы и насчитали 760 лет. То есть вы понимаете, друзья, 760 лет, и насколько это ценно для нашей земли вот с такой кислородоотдачей, скажем так. Да, совершенно верно. А сейчас наш маршрут, что мы покажем нашим зрителям? Покажем. Мы сейчас стоим на Кабаничьем бугру. В принципе, за нами поселок Большой Утриш, который образовался в ходе оползня. И так он и назван, Утриш. Ну, как оползень, обвал, что-то такое из тюркского, по-моему, да? Слово Утриш, оползень, обвал, да? Да. И вот даже мы можем видеть вот такие, как лапы, как с горы спускаются к морю. И это, в принципе, этим уникально, что здесь такая природа, такая вот особь. А дальше куда мы проедем? Дальше мы проедем немножко вглубь леса, где у нас будет два озера, которых лесных. Ну, а там дальше уже покажем, расскажем поближе. Все, оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. Погнали! Друзья, очередная локация, на которой мы остановились. Сейчас здесь это все художественно, красиво снимем, но перед этим я хочу, чтобы Андрей рассказал, что это за удивительное место. Андрей. Да, это место называется Сухой Лиман. Как озеро, образовано в стечении вокруг горы, внизу озеро, но это где-то примерно около 300 метров над уровнем моря находится. Как чаша получается, да? Чаша, да, где собирается талая вода, как бы таких источников нет у нее подпитывающих только талая вода, снег. Ну, кто же с горы сбежит, то оно здесь и есть. Сейчас она суховата, я смотрю, да? Ну, последние уже 10 лет, можно сказать, он полностью пересыхает летом. До этого он никогда не пересыхал, был всегда с водой. Ну, последние года так получается, что набирает чуть-чуть, и тут же до лета, или в конце лета уже сухой полностью. Играет музыка. Вопрос, здесь проходит туристическая тропа, вот, чтобы люди смогли здесь, зарегистрировавшись на сайте, пройти здесь? Нет, здесь никакой тропы нет, вот это вообще в принципе недоступное место. Плюс, в чем особенность этого лимана, здесь обитает тритон, которого, в принципе, нигде больше нету, тоже занесен, по-моему, в Красную книгу, но это надо еще уточнить, в научное дело, но точно знаю, что он здесь обитает, это его место обитания, больше такого нигде нету. Насчет тритона, хвостик, если у него отпадает, у тритонов вырастает хвостик, потом, насколько я знаю, к теме не относятся, вспомнил вспышки с детства. Отлично, сейчас мы это все дело очень красиво, художественно заснимем и покажем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok мы с вами в таком интересном месте находимся. Андрей, сейчас при нас соединил две стихии огонь и воду, и у нас прям вода вспыхнула и загорелась. Расскажи, пожалуйста, мы все также находимся на территории природного заповедника Утриш и следующая наша точка и локация, которую мы хотим рассказать нашим телезрителям это сероводородная скважина. Это в советское время геологи искали здесь нефть, бурили скважины, но нефти не оказалось, а нарвались на большой слой воды. Этой скважине около 800 метров глубиной и поэтому там сероводородная такая вода и вот Ну да, привкус такой соответствующий, но не сказать не специфическое как бы легкий привкус, да, эта территория уже близ поселка Малый Утриш, так и называется скважина место. Тут у нас до морюшка остается буквально 50 метров, сейчас мы к нему подойдем и посмотрим. То есть если по берегу у нас Суко двигаться в сторону Суко, в сторону Анапы, это где-то будет около 10, ну 9-10 километров пешем. Это мы так далеко уехали, да? Да. То есть мы через горы, а по побережью получается еще дольше. Через горы 18, а по берегу где-то 9, около 10. Спустился туманный такой прям бриз, довольно-таки прохладненько становится, в горах было у нас теплее. Да, там ветра не было, солнышко. Да, и хочется опять вам показать, заснять это прекрасное время года и природы, когда у нас легкий туман и горизонт сливается с морем. И мы не видим, как линия горизонта, как море переходит вот в небо, потому что сплошная такая белая, приятная полоса. Друзья, что ж, на фоне вот такого красивого пейзажа долины Суко, вот там мы видим поселок Суко, туман спускается, за день несколько раз поменялась погода, то солнышко, то опять пасмурно и уникальный, уникальный заповедник, уникальный природный комплекс. На итог, чтобы вот хотели бы Елена мы сказать нашим зрителям по поводу вообще природы и природного этого заповедника Утриш. Как бы банально это не звучало, мы всегда и всех призываем беречь природу, любить ее и уважать, потому что, как известно, природа не терпит неуважительного отношения к себе и часто очень больно за это наказывает. Также призываем всех всегда соблюдать законы Российской Федерации, в частности ФЗ-33 об особо охраняемых природных территориях. И будем рады видеть вас на наших маршрутах. Да, вся информация на сайте, заходите, бронируйте на лето себе туристический этот маршрут и можно посмотреть конечно не все, что мы сегодня увидели, но частично задеть эти все красоты, да, я так понимаю. Посмотреть красоты и получить новые знания об уникальной природе заповедника Утриши. Еще один момент, о котором хотелось бы рассказать. Друзья, вот этот видео, репортаж, вот этот маленький наш сюжетик, это небольшая превьюшка перед тем, что хотелось бы показать вот в полной мере. Сейчас у нас март, недостаточно еще распустилась листва и чем мы могли вас удивить вот в это время года, это только вот панорамные виды, да, но здесь намного красивее, интереснее, живописнее, когда начинается весна и май-июнь это самые яркие месяца, где вот максимальная концентрация зелени и красоты. Поэтому, друзья, большая просьба, сделать репост данного видео, поставить лайк и написать в комментариях, хотели бы вы увидеть продолжение, но уже в более яркий и сочный период года. Спасибо, что с нами, пока-пока.